Великобритания 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 Хотя бы какие-то первоначальные трудности, мы в конечном итоге вышли на взаимоприемленные решения по возврату граждан наших стран, других стран из различных регионов, благодаря тому, что нашими авиарейсами были выезды нашим гражданам из ряда таких площадь. Мы также, в свою очередь, брали на борт российских граждан из Египта, из других регионов, и надеемся, что и в оставшееся время мы в каким-то уровне конструктивно взаимодействуем. Сегодня мы подпишем соглашение о взаимоприязнении, о чем я и говорил, и я думаю, что это станет серьезным шагом в деле повышения транзитной привлекательности наших стран. И в достижении такой договоренности были заинтересованы третьи с вами, нам постоянно говорили об этом, я рад, что мы эту проблему снимали, и сейчас она будет решена. Сейчас мы праздновали 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Ваш президент, глава государства, принял участие в параде, который состоится в 24 июня в Москве. Мы отследили, что Владимир Владимирович Путин задавал статью в американском футболе, в американском футболе, посвященном проблематике начала пороге рода войны. На этом поле хочу сказать, что мы категорически против фальсификации истории, против замалчивания, ключевой роли советского народа, в отношении фашизма. И важно, что эта тематика оставалась ведущей и в нашем взаимодействии на торговых площадках, потому что мы идем здесь, и это будет тесно и конструктивно соответствует сотрудничество. В рамках ООН, ОБСЕ, мы в Великой Отечественной войне отменялись, в ближайшее время по нашим взаимодействиям. Мы намерены их плотно сотрудничать, здесь у нас абсолютно приятные умения и визинах внимания. В общем, мы рады приветствовать вас в Беларуси, готовы просить по всему счету вопросов нашего сотрудничества. Мы рады приветствовать вас. Надеюсь, что наше короткое, но очень эффективное пребывание в Беларуси, первое после карантина, будет способствовать в дальнейшем успехе в Беларуси и Беларуси. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, мы рады снова находиться в Минске. Мы здесь чувствуем себя как новым. И тот факт, что мы вдохновляем, прочное общение, подтверждает результативность тех мер, которые предпринимают наши страны, наши правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо предпринимательств и пандемии служб, которые обеспечивают безопасность граждан, вы уже отметили, мы с одной вещей оказали помощь друг другу в вывозе нашей гражданности в Третьих странах. Беларуси помогли нашим гражданам, международные страны в Беларуси, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, Казанболы. Мы тоже отвечали за речи в тех случаях, когда наши правительства вывозили людей из тех стран, где были граждане Беларуси. Мы, как я уже сказали, работаем в этом году под знаком 75-летней погоды в Третьих войне. Ждем на минуту любви на гостях, на парад на Красной почте и на другие торжественные мероприятия 24 июня. Будем, как вы и сказали, Владимир Владимирович, активно продолжать нашу работу по журналисту, по поводу классифицировать историю и скажать итоги и значения нашей общей погоды. Мы сегодня работаем в рамках утвержденной программы согласованной треть в области внешней политики. Это важнейший инструмент, который позволяет нашим странам обеспечивать интересы союзного государственного международного обновления. И мы весьма-весьма ценим эту позицию, которая реально помогает практически и реально предъявлять наши интересы в различных международных структурах. В сфере экономики у нас немало совместных проектов, в частности, Белорусская атомная электростанция, строительство лет полным ходом. В июле ожидается физический пуск первого блока. Надеюсь, что и на других направлениях, по которым работают наши соответствующие экономические ведомства, будет движение вперед с конкретными результатами. Мы сегодня провели продолжительную и очень насыщенную встречу президента Республики Белорусская Анатольевна Павлашенко. Мы всегда ценим те оценки, которые высказывает руководитель вашего государства в отношении и наших связей, и перспектив развития союзного государства, и в отношении процессов, которые проходят в нашем регионе и в целом на международной арене. Сегодня пройдемся по всем вопросам, требующим нашим вниманием, включая взаимодействие организации договора коллективной безопасности, СНГ, Евразийско-экономическое усадение, Шанхайская организация, сотрудничество, где было усиление, статус наблюдателя. И, конечно же, посмотрим на то, как работают на данном этапе непростого и с точки зрения коронавируса, и с точки зрения горовой обстановки, как работают организации МНС, ОБСЕ, другие многосторонние структуры. Ну и всегда полезно обменяться оценками и мнениями о том, как развиваются связи каждой из наших стран с нашими близкими соседями, и Европейский союз, да и Северопатический альянс тоже буквально на пороге нашего общего государства. В целом, очень ценны наши отношения и уверены, что сегодняшние переговоры, подписанные соглашения, взаимопознания и исправлены, и наше внешнеполитическое сотрудничество, и общие силы по обеспечению союзного государства. Спасибо.